В каждой стране свои особенности управления морскими портами. Например, в Великобритании есть порт Лондон. По грузообороту это один из крупнейших портов мира, 35 миллионов тонн в год. До правления Маргарет Тэтчер это было государственное предприятие, на нем работало порядка 36 тысяч человек. Но настолько была низкая рентабельность, что правительство Тэтчер в свое время приняло решение о приватизации порта. И вот в то время, когда я и еще группа руководителей портов Российской Федерации проходили стажировку в Лондонском морском порту, это был 2006 год, ситуация была следующей же в порту. На базе того огромного государственного порта образовалось 32 частных терминала по разной категории грузов. И наливные, и сыпучие, и контейнерные терминалы, и терминалы, ну что называется, палет к палету, где под тонень краны переоружают. Очень жесточайшая конкуренция. Значит, на мой вопрос, как одного из руководителей российских портов, а сколько стоит перегрузить судно тонну груза, ну палет груза, там у кого тонны, с борта на причал? Ну, ответ меня просто шокировал, другого слова я не подберу. Мне сказали, что у нас таких тарифов нет. У нас есть тариф взять тонну стрелой с борта судна, поставить в склад. На складе клиент может хранить груз столько, сколько ему необходимо по бизнес-процессам. И еще в тариф включается доставка на автотранспорте этой тонны на расстояние до 300 миль. Это порядка 520 километров. Я говорю, и сколько же стоит вот такого рода услуга на тонну? Мне сказали, 20 фунтов. Я начал пересчитывать, естественно, в сравнении с Мурманским портом, с тем портом, где я работал. И я был просто шокирован, потому что на тот период у нас только снять с судна одну тонну, один палет, там 700 килограмм, стоило порядка 8 фунтов. А дальше включается счетчик. Если ты хранишь, ты платишь там, не знаю, 10 или 15 центов с тонны в день. Потом перевозка это уже один. Короче говоря, если бы в России мы выполнили бы точно такую же бизнес-операцию, снятие тонны хранения, допустим, там 2 недели на складе и отвезли за 500 километров, то у нас бы обошлось, ну, наверное, в минимум в 2 раза дороже, а может быть и в 3. Почему? Причина в том, что в Лондонском порту жесточайшая конкуренция, настолько жесточайшая, что там затраты, рентабельность и другие экономические показатели, они высчитываются на уровне третьего знака после запятой. Там не то, что там 10 долларов влево, 20 вправо, там сотые доли, ну, там центы, фенинги, значит, и ты выбираешь условия. Поэтому, конечно, нам надо продолжать изучать этот опыт работы современных крупных морских портов и Великобритании, и Роттердам, Амстердам, и восточные порты там вообще у них, сами понимаете, какие обороты, какие условия. Но только конкуренция. И то, что сегодня у нас в рамках транспортной стратегии очень сильно порты зависят от государственной собственности, от государственного вообще влияния на процессы, происходящие в порту, на отсутствие конкуренции в тарифовом образовании. У нас сегодня вообще порты в экспортно-импортных операциях, в торговых и в производственных, ну, являются сегодня узким горлом в стране. Они составляют достаточно весомую затратную часть в экономике любого предприятия, которое занимается экспортом или импортом, или реэкспортом, реимпортом, кто перевозит какие-то грузы. Одним словом, мой жизненный профессиональный опыт привел меня к такому выводу, что, конечно, в портах Российской Федерации необходимо заканчивать с монополизмом и посмотреть, пусть даже на опыт Маргарет Тетчер. В конце концов, сегодня там бизнесмену выгодно разгружаться, и товар стоит дешевле, в конце концов. И это самое главное доказательство правоты этих решений.